Ангела Меркель остается канцлером Германии еще на 4 года. Таковы итоги выборов в Бундестаг. Но главная сенсация это впервые после Второй мировой войны в парламент прошла ультраправая партия альтернатива для Германии. Кто голосовал за правых популистов и что значит их победа? Разбиралась Татьяна Лагунова. Национализм это не альтернатива. Кто молчит, тот согласен. С такими плакатами после объявления данных экзитполов на улице Кёльна, Франкфурта и Берлина вышли сотни людей. В знак протеста против партии, которая заняла на выборах третье место и прошла в парламент. Альтернатива для Германии. Правые популисты среди пунктов официальной программы закрытия границ Германии и Евросоюза в целом. Отказ от евро и возвращение дойчмарки. Отмена санкций против России и признание аннексии Крыма. Представители этой партии не раз шокировали Германию своими скандальными заявлениями. Например, что полиция должна стрелять по беженцам, которые нелегально переходят границу, в том числе и по детям. Или что немцы могут гордиться подвигами вермахта во время Второй мировой войны. А Гитлера не стоит считать абсолютным злом, есть полутона. В парламенте нового созыва будут работать 94 депутата от этой партии. Результаты правых шокировали немецкий политикум и Ангелу Меркель. Сразу после закрытия участков канцлер заявила, она проанализирует, как это могло произойти, и постарается все исправить. Прохождение альтернативы для Германии в парламент – большое испытание для нас. Мы проведем глубокий анализ, чтобы отвоевать избирателей этой партии, решая их проблемы, слушая их тревоги и страхи. Причины успеха правых уже проанализировал главный конкурент Ангелы Меркель на выборах, лидер социал-демократов Мартин Шульц. И заявил, во всем виновата миграционная политика канцлера. Особенно удручает высокий результат крайне правой партии, которая впервые проходит немецкий парламент. Это поворотный момент, который просто так не может принять ни один демократ. То, что Германия приняла более миллиона беженцев, продолжает делить страну. Альтернатива для Германии уже, кстати, заявила. Первым делом создаст в Бундестаге специальную комиссию, чтобы расследовать миграционную политику Меркель. Это исторический день для нашей партии. Мы сделали это. Мы в парламенте и мы изменим эту страну. Изменить страну у правых не получится. С ними не хочет сотрудничать ни одна политическая партия Германии. Ну и привычно спокойным и респектабельным. Немецкий Бундестаг нового созыва тоже больше не будет. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.